Ммм, печеньки, никогда такого не пробовал. Ого, дайте мне еще, пожалуйста, хочу еще, побольше печенек. Опять печеньки, сколько можно. Здорово всем, а сегодня у нас на обзоре набор 42-161 Lamborghini Huracan, что-то там, Lamborghini Huracan, короче. Очередной набор вот этого масштаба маленьких колес. У нас в этом году их вышло, получается, аж два, то есть даже не один. В прошлом году у нас их было сколько? Три, ну, если учитывать полбеки. По сути, три. Не слишком ли много в последнее время? Не слишком ли часто LEGO эксплуатирует эту идею? Я понимаю, скорее всего, эти наборы прекрасно продаются, потому что относительно небольшая цена, его соберет, что-то на коробке, девятилетний ребенок, мне кажется, и восьмилетний спокойно это сделает. Будет чуть сложновато, но терпение трут, все перетрут. Коробка привычна для таких наборов, я считаю, она слишком большая. Как вы видели по превьюшке, коробка у Corvette была вот поменьше, она была адекватной ему, хотя, по-моему, она была чуть потолще. Вот. Корvette я собирать, к сожалению, не смогу. Некоторые детали у меня в других моих моделях собраны, поэтому я просто в конце вставлю с ним сравнение по баллам. В свои впечатлениях, коробки я прекрасно помню. Сзади на коробочке у нас сама эта модель. Ну, стандартный дизайн ламбольгини, не знаю. По-моему, они все выглядят примерно одинаково, типа такая цыганский ампир, что-то в этом духе. И сам набор. Сразу скажу о дизайне, он неплох на самом деле. Внешка, она узнается, когда я собирал. Тут есть много элементов под непривычными, скажем так, углами. Например, клево сделаны передние фары. Они там закреплены на баре, чтобы не крутились. Вот это вот вся навеска спереди. Смотрите на заднюю часть. Крупные планы стрелять особо не хотелось. Обзор будет коротенький. Клушаки, единственное, они просто какие-то невероятно огромные. Это просто такие два ведра, если сравнить относительно размера колес. Двери клево сделаны. Они еще и открываются. Открываются. Я не знаю, настоящие открываются так же или все-таки вверх. Но там даже есть салон. Он, конечно, очень простенький. Но, тем не менее, наклейки не наклеивал. Но и без наклеек. Кстати, здесь их фантастически мало. То есть у нас тут что? Кресло, крышка двигателя и, собственно, фары. То есть дизайнер заморочился, и он смог без наклейки создать достаточно узнамаемый образ. По функциям рулевое управление очень, очень плохое. Нужно какое-то понижение. У нас ехать прямо на ней практически невозможно. Ручку также можно, как обычно, у всего этого убрать. Чтоб, типа, на их крыше ничего не торчало. И привод на одно заднее колесо. Как, впрочем, почти у всех этих вот... Стоп, в этом году у нас два, у нас три в этом году. В принципе, что у нас было? У нас был Corvette, у нас был софтовоза, автомобильчик. У нас был McLaren Senna. Два Pullback. Что еще? Два Bugatti. И Nascar. То есть это восемь, и это девятая уже модель в этом масштабе. Чересчур, да. А, и десятая это был Jeep. А как же я? Lego уж сильно заехал, заездил эту... В эту идею. Привод, как обычно, на одно колесо для многих из этих моделей. По-моему, в Bugatti тоже был на одном колесо. По-моему, дифференциал вообще был только... По-моему, был только в Corvette. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях, пожалуйста. Потому что... Nascar, вроде он неплохой по сборке, но я его не стал покупать, из-за того, что там очень много разных цветов. Здесь... Что еще плюс этого набора? Вот это неплохой ресурсник. На детали давайте посмотрим. Здесь лежат почти все детали набора. Я не стал только класть пины и оси. Потому что, ну, нартная тема, там какие-то еще... Другие мелкие детали, которые и так есть везде, и их целая гора. Здесь только то, что нам интересно. Начнем с панелей. Во-первых, арочки. Приятно. Есть прямая, есть закругленная. Две разных вот такие вот детальки в лаймовом цвете. На самом деле, лайма вроде бы не так много. Хотя в модели все лаймовые, но они все мелкие. Это тоже, знаете, как гора вот этих вот. Какая куча таких панелей. И из углубленных желк, их только две. А так, в целом, по микропанелям лаймовым набор, конечно, вообще очень кайфовый. Шестеренок, к сожалению, всего вот четыре штуки такие, которые используются в механизмах. И одна это, на самом деле, ручка. Черных панелей. Опять-таки, они почти все мелкие, их много. Что у нас тут колеса? Ну, все, что было во всех этих моделях. Достаточно много коннекторов. Много лаймовых. Много вот таких вот. Вот этих вот. То есть, очень много темно-серых. Тоже прикольно. Система какое-то количество. Ну, нам это не сильно интересно. И балки. Лаймовых балок, на самом деле, совсем чуть-чуть. В основном, это все черные балки. Вот такие вот черные уголки. Но, тем не менее, по деталям набор, на самом деле, как дополнение к имеющимся у вас, например, лаймовым деталям, очень даже неплохо. Если у вас есть большущие Lamborghini, если у вас есть Ford Mustang, вот этот вот, то отличное дополнение, мне кажется, к лаймовым деталям. Опять косяк. У нас снова оттенки вот этих вот коннекторов маленьких, а не другие, на камеру. Я думаю, я даже сейчас на свой монитор для просмотра вижу хорошо между ними разницу. Сам прикол в том, что разница есть даже вот между этими тремя одинаковыми деталями. То есть, две они прямо зеленоватые, одна такая чуть болотная. Как у них это удается, я не понимаю. По минусам. Самый главный для меня минус, это даже не функции, это вот эти вот штуки. У настоящей машины вот эта часть, она вся должна сужаться. Здесь он как бы, дизайнер, постарался это сделать. Если смотреть вот так, вот так, это выглядит нормально. Но если смотреть спереди, тут огромные уши. А сказать больше про эту модель-то мне больше нечего. Все то же самое, очередная такая вот печенька. Оценки набора перед вами на экранах. И оценки для корвета вот этого вот. А на сегодня все. Если вам понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на каналчик. Если хотите узнать, что тут такое, что я собираю, что у меня вон там вот за спиной. Заходите на мой бусте, подписывайтесь. Там подписочка всего 70 рублей стоит. Захотите инструкцию к чему-нибудь, всего 300. Клево. Телеграммчик также у меня есть. Контактик. Везде заходите, везде подписывайтесь. Везде я вам буду рад. А на сегодня все. Всем хорошего. Пока.